Телеканал «Дождь» и Фонд борьбы с коррупцией представляют Два года назад дорога из Адлера в Сочи занимала полтора-два часа и выглядела вот так Теперь за счет дублера курортного проспекта в центр мы долетаем за 40 минут За окном мелькают новые АТС, развязки, вокзал, но не радостны лица простых сочинцев Может быть не все так плохо? Да ничего хорошего абсолютно Может быть все-таки хорошее что-то сделали для вас, например, как таксиста? Да ничего хорошего не нужно нам было, мы не знали, что такое пробки, мы не знали, что такое загазованность Мы ничего не знали, ни пыли, ни шума Ну пробки, наверное, были Все в зелени было А вот вокзал вот это вот все новый Да, мы построили, не нужен шум Проходимость, что была при старом вокзале, разницы никакой нет Вокзал – это святое С ним связана вся карьера, вся жизнь Сколько бессонных ночей перед выходом в ожидании клиентов На визитке – коротко и по делу Вова, такси, экскурсии, размещения Коренной сочинец, Владимир мыслит шире, душа болит за страну Это, думаю, вопросы более поважнее есть в России, чем это Олимпиада Что стоит для России построить для всех живет, а для нормальной живущих? Ну, говорят, престиж страны Олимпиады Ну, это прежде всего Ну, вот тогда будет так и же И никакая счетная палата не подобьет расходы на Олимпиаду скрупулезней, чем простой Сочинский таксист Кто правду скажет? Какие миллиарды? Тут одна свая обходится, полтора, два, пять миллионов Одна маленькая сваечка Один бычок на двенадцати сваях держится Можно представить, как раз на поляне сто это будет? Вот эта дорога дорогая За пять лет только зарплаты сколько ушло? Какие миллиарды? Миллиарды это... Там в парсеках надо измерять, как расстояние в космосе измеряют Потому что это Россия Черепков этот маленький остался Потому что это Россия Мой таксист Володя все-таки не прав Главным наследием Олимпиады, которая используется уже сейчас Стали как раз новые дороги Вот только со строителями даже год спустя так и не расплатились Первым последствием Олимпиады стал вал банкротств Ее непосредственных строителей Крупнейших компаний в отрасли Мостовик Строил Ледовый дворец Большой Санно-Бобслейную трассу Три железнодорожных вокзала И отчасти совмещенную дорогу из Адлера в Красную Поляну Инштрансстрой Автодорога Адлер-Красная Поляна Грузовой порт Эмеретинский Главный медиа-центр Новый терминал аэропорта Трасса Формула-1 Всего 14 объектов Тоннельный отряд 44 Дублер курортного проспекта Трасса Джубга-Сочи Одним из крупнейших подрядчиков Олимпиады Была компания Тоннельдорстрой Строившая, например, дорогу под трамплином Товарища Белалова А также тоннели и развязки в Сочи Никаких подробностей Взаимные иски с Олимпстроем Попытки подрядчиков договориться кулуарно Но все это только вершина айсберга Государство, выделяя деньги генподрядчику Контролирует только условия счетной палаты И только между заказчиком и генподрядчиком Все, что ниже Не попадает ни в поле зрения счетной палаты Ни в объективы телекамер Субподрядчик уже набирает Суб-суб-суб подрядчиков В определенный момент они понимают Что у них заканчивается средство И они банкротятся В итоге банкротятся субподрядчики И те, кто фактически строил Все эти тоннели, мосты и дороги Остались за бортом История Светланы Коваленко Позволяет заглянуть за кулисы Самой масштабной стройки В последний год перед Олимпиадой По состоянию на 1 января 2010 года У нас в программе освоения было почти 20 миллиардов рублей Довольно солидная сумма Компания Светланы по заказу Тоннель Дорстрой Одного из крупнейших подрядчиков Олимпийской стройки Наняла на работу Более 300 строителей из Украины Каждого Светлана знает лично Они строили ключевые олимпийские дороги Трассу под трамплином товарища Белалова И тоннели в самом Сочи Но в последний год перед сдачей объектов Зарплату перестали платить Светлана стала звонить руководству компании Но всем тогда говорили одно и то же Вот мы на сегодняшний день Выполняем указания президентов В части своевременной сдачи объектов А платить зарплату при этом необязательно? Какими силами и каким всем Это было достигнуто? После этого мы разговариваем с кредиторами Когда уже после Олимпиады Светлана обратилась в суд Оказалось, что подобных дел десятки Но большинство пострадавших предпочитают молчать Здесь принято выполнять взятые на себя обязательства В полном объеме Тоннель Дорстрой Сокращаем расстояние Создаем пространство Но Светлана не верит, что деньги просто закончились Мы все кредиторы считаем, что это было преднамеренное банкротство И все деньги просто выводились На сейфе у Светланы собственноручно сшитые вместе флаги России и Украины И сверху георгиевская ленточка Она только что написала открытое письмо президенту С просьбой разобраться Но позволяет себе крамолу Самое такое страшное, что у нас в стране все юристы Но ни одного бухгалтера И только теперь, после года хождения в МВД, прокуратуры, суды После письма президенту Светлана на минуту дает слабину Вы знаете, я сидела сама на трибунах При открытии Олимпиады Была на открытии Паралимпийских игр Гордость была Но мне было жалко ребят Вы знаете, тех украинцев Которые строили объекты Вот, собственно, они все Простите, пожалуйста, что за такие эмоции Но было Видно, что вот ребята Строили и вот так бросили Такого не должно быть в стране Два года назад на центральной набережной Сочи Мы пытались догнать одного из 12 вице-мэров города И расспросить про масштабный план реформ Поменять брусчатку Ага Так брусчатка неплохая вроде бы Потом Ну, я думаю, что несоответственно Ага Тоже вот это несоответствие Здесь не будет магазина Здесь будет площадь Орарий Просто прогулочная зона Люди могут подняться, посмотреть Слушайте, а реконструкция Чтобы вы приехали и были довольны Снимали хорошие репортажи А реконструкция когда начнется? С 1 апреля К олимпиаде в Сочи удалось невозможное С нуля построить стадионы В Америкинской низменности Открыть курорты в Красной Поляне Построить самую дорогую в мире Совмещенную авто и железную дорогу Не удалось только одно Убедить по лавке И понтонные рестораны Которые закрывают доступ к морю На центральной набережной Сочи Но, может быть, это и к лучшему А то так легко забыть, где ты находишь Курый гриль – это тоже нормальный объект Если он соответствует санитарным нормам И если хорошие люди продают С набережной открывается вид на еще один олимпийский объект Российский международный олимпийский университет Причем это всегда рассматривалось нами В качестве одного из основных объектов наследия зимних олимпийских игр Когда-то на этом месте В самом центре города Стоял санаторий Мариса Тереза Против его сноса и вырубки парка Местные жители собрали 10 тысяч подписей Но олимпийские интересы оказались сильнее Мы создавались как площадка Для подготовки кадров Для олимпиады И основными нашими заказчиками Является, конечно, оргкомитет Сочи-2014 Госкорпорация Олимпстрой Администрация города Сочи И вы знаете, это был, конечно, очень высокий вызов Тем, кто работает здесь Нужен, что называется, гибкий ум Строить объект взялся Интерос Потанина На сайте компании университет назван Благотворительным проектом И примером частных инвестиций Однако 90% финансирования – деньги государственного Внешэкономбанка А из четырех огромных башен кампуса Три в итоге оказались гостиницами Все студенты компактно размещаются в двух аудиториях Наш кампус рассчитан на одновременное обучение Четырехсот человек Пилотный год, это действительно Он был очень непростым для нас Потому что мы Кампус распахнул для нас двери Мы зашли сюда И за парты, как принято говорить Сели 25 человек В этом году у нас в три раза больше студентов, чем в прошлом году Это второй набор, второй вид обучения студентов 70 человек, в том числе 22 человека обучаются по английской версии Мастер спортивного администрирования Про гостиницы про ректор говорить отказалась наотрез Пресс-службы пояснили, что отели не являются частью университета Но студенты могут останавливаться в них со скидками Мы, скорее всего, можем похвастаться Не только привлекательностью своего географического местоположения Почему? Потому что, ну, собственно, в шаговой доступности Находится вся социальная инфраструктура Но и студентам здесь очень удобно Год в апарт-отеле со скидками стоит около 15 тысяч долларов Обучение примерно столько же, дороже, чем в МГУ Русскоязычная программа МСА стоит 345 тысяч рублей В этом году она не подлежит индексации Мы сохраняем стабильность этой стоимости Англоязычная версия 15 тысяч долларов Правда, желающих платить за обучение среди студентов мало Как нет почему-то и госзаказа Проект ведь филантропический А иностранные студенты? Большинство из них тоже стипендиаты фонда Потанина Несмотря на то, что четырех- и пятизвездочные отели на территории университетского городка Должны окупать филантропический проект Государственный внешэкономбанк уже признал кредит в 12 миллиардов 400 миллионов рублей Потенциально невозвратным И в этом случае сможет требовать компенсации из госбюджета Кроме самого дорогого объекта Олимпиады Дороги в Красную Поляну РЖД построило новый вокзал в Адлере А также терминал в аэропорту и станции Олимпийская деревня и Олимпийский парк Сегодня вокзал в аэропорту законсервирован Ветка стоимостью 10 миллиардов рублей не действует Попасть со станции Олимпийский парк в Розухутер напрямую тоже нельзя Нужно делать пересадку на вокзале в Адлере Из-за сокращения ласточек для тех, кто едет из Олимпийского парка в Красную Поляну Покататься на лыжах есть только одна удобная стыковка На Адлерском вокзале мы садимся в электричку С заместителем начальника дирекции скоростного сообщения Северокавказской железной дороги А из аэропорта сейчас нельзя уехать на ласточке? 22 января в рамках совещания От гида администрации Краснодарского края По итогам организации транспортного обслуживания В период высказания необходимости Необходимость увеличения количества курсирования электропоездов Сейчас они не ходят Я прилетел, хотел сесть на ласточку и доехать до города Не смог Мы работаем в рамках объемов тех заказов Которые устанавливает администрация Краснодарского края Заказчики А что сейчас вообще с вокзалом в аэропорту? Он не используется? Он опечатан? В настоящее время Объект находится в режиме консервации До момента определения заказа Со стороны администрации Краснодарского края Вы что, с ума сошли что ли? Послушайте, это просто даже несерьезный подход к делу После декабрьской угрозы РЖД отменить вообще все ласточки в Сочи Вопросов у нас много Перед ответами Сергей снимает микрофон И надолго уходит в тамбур с телефоном Мне остается только разглядывать свободную полосу новой автодороги в Красную Поляну Все автобусы по-прежнему ходят по старой Именно там, на холмах, населенные пункты и пассажиры На новой дороге только дорогие мосты и туннели Совмещенная авто и железная дорога из Адлера в Красную Поляну По данным Олимпстроя стоила почти 285 миллиардов 400 миллионов рублей Или 8 миллиардов 600 миллионов долларов Для сравнения примерно во столько обошлось проведение Олимпиады в Ванкувере Включая затраты на инфраструктуру и безопасность А игры в Турине стоили в два раза дешевле Подряды без конкурса были отданы компаниям бизнесменов Из ближайшего окружения президента Тимченко и Ротенберга Строительство обошлось на 90% дороже оценочной стоимости Вопросов добавляет отказ РЖД публиковать сметы и проектные документы Есть еще один вопрос Будет ли дорога востребована после Олимпиады? Слушайте, а вообще какая пропускная способность? Сколько вы можете перевозить? Можно я отвечу? Да, можно я отвечу Дорога была дорогая, но говорили, что... Я отключу Я думаю, никогда не закончил Ну вот все спрашивают, почему, собственно, дорога такая дорогая Вот у вас есть ответ, как вы профессионалы? На скорости 100 км в час можно и не заметить домики села Ахштырь прямо под дорогой Зато из сада поселкового староста Александра Коропова отлично видно пролетающие ласточки Вот, пожалуйста, смотрите, какое расстояние, значит, от вот этой опоры или от железной дороги, можно сказать Вот мой участок начинается Вот эта дорога, это была технологическая дорога, что мы стоим, да Технологическая дорога, где круглосуточно, днем и ночью шел такой транспорт, он весь для строительства А вот это вот опоры, которые вы видите, около каждой опоры стоял огромный дизельный, этот, бурильный, бурильная установка И вот вы видите, все уже посохло Александр до последнего был уверен, что РЖД выкупит участок, ведь он находится в зоне отчуждения Но тут оказалось, что национальный парк внезапно поменял свои границы и поглотил его дом Теперь участок нельзя ни продать, ни передать по наследству А ваша семья здесь живет... С 89-го года, да С 89-го года А дед ваш? Одед с 905-го года То есть сто лет, как ваше семье? Больше, больше уже, мы коренные жители, да, мы коренные жители, которые царь-батюшка переселил в свое время Дал нам землю, все, а сейчас мы бомжами стали при вот этой власти Так получилось И лесниками в... И лесниками в собственном, значит, доме или в собственном огороде Сейчас об олимпийской стройке в поселке напоминают только бетонные столбы с обрезанными проводами Несколько лет назад эти линии протянули, чтобы подвести электричество рабочим И когда олимпиада должна была закончиться, нам обещали, нам обещали, что эти столбы останутся вам, мы подключим, значит, все будет нормально Но, однако, все обрезали, провода увезли Рядом притулился старый деревенский столб, которому больше сорока лет Ну, видите, дятел побил все, весь, да, вон там пять или шесть этих отверстий Поэтому небольшой сейчас ветер или еще, и мы останемся без света Дятел может подорвать инфраструктуру Соседство с национальным парком не помешало РЖД вырыть два карьера для добычи стройматериалов Вся порода, как мы добывали при строительстве дороги, она куда же, что здесь не присутствует? Весь мусор был Мы-то на чай туда и возили Мусор был сюда, они в свалку сделали отвал Ангерчат, это организация у нас Иначе она принесла Они сделали у себя там отвал По словам местных, стройка нарушила течение подземных вод Во всем поселке пропала вода в колодцах Но в мэрии считают, что это лишь стечение обстоятельств Почему пропала вода, собственно, в их штыре? Сказать на сегодняшний день, что это какая-то техногенная причина, нельзя То есть просто сама пропала? Поэтому всякое возможно в наше горное место Чтобы привлечь к себе внимание, жителям пришлось перекрывать дороги Приехал мэр Пахомов и торжественно открыл две водоколонки Проблема решена, сейчас скважина есть, вода в скважинах есть Выглядит, да, вот колонка, вот она В общем, даже... То есть я бы не стал пить Спасибо они нам сделали, очень спасибо Такие колонки сделали, чтобы они один раз попили пришли Не, она должна так нажать, она должна пойти А ее качать не надо, она должна нажимать Это вот это самое... Они ее на соплях все сделали для вида Все на соплях А теперь, наверное, следующие Олимпиады надо ждать, чтобы уже трубу положили Наверное, так вот Олимпиаду в Сочи обещали сделать самой зеленой И широко анонсировали программу «Ноль отходов» По программе «Ноль отходов» к Олимпиаде в Сочи планировали организовать раздельный сбор мусора Пластика, стекла, макулатура и так далее И построить два мусороперерабатывающих завода с цехами переработки пластика и подготовки компоста Но что-то пошло не так В итоге на февраль 2015 года в городе действует только одна мусоросортировочная станция Ну то есть, на ваш взгляд, «Ноль отходов» программа выполнена? Вот на сегодняшний день, в том, в котором варианте она планировалась, она выполнена Еще раз говорю, итак, первый, сбор есть? Есть Сортировка есть? Есть Брикетирование, упаковка? Есть, есть Вывод за пределы территории Сочи? Есть, есть У проходной завода еще старая схема строительства На месте и компостная линия, и цеха переработки Срок сдачи объекта — 2010-й На самом деле, открылся комплекс через год, в 2011-м И теперь сюда с гордостью водят экскурсии, чтобы рассказать про зеленые инновации Вот так Сергей Петрович, а вот этот мусор из контейнеров, да? Это все, да, это все с города Сочи, что собрали То есть, как бы, о раздельном мусоре, как бы, еще пока не приходится сильно разговаривать А почему? Ну? Как почему? Ну, я вам скажу, менталитет народа у нас немножко не тот, чтобы это самое Все привыкли сбрасывать все Начальник производства — бывший военный, и кривить душой не привык Мелкая фракция, меньше 6-7 мм, выпадает сюда Это называется... То есть, меньше 6 см? Да Это называется органика у нас здесь Вдруг, например, вот там я выбрасываю, там, батарейки, да? Если батарейки... в мусоре батарейку я не увижу, сами понимаете Это она на берегу, пойдет сюда, и на полигон уйдет Да, я вам скажу так После здесь, ну, может быть, и батарейка здесь, я не спорю Ну, да Вот И тогда она, собственно, на полигон отправляется и все Мы на полигон, да, как бы... Слушайте, а в городе есть пункты, где можно батарейки... Ну, наверное, есть Непонятно, да? Я не могу это вам ответить, поэтому просто Главная гордость завода — конвейер, где мусор проходит ручную сортировку Нам рассказывают, что квалифицированные рабочие в две смены 24 часа в сутки отбирают в торсырье Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, картон Какой процент? Ну, где-то до 15% Слушайте, обещали же начальники, что как-то до 50% будет... Это до 50% это если включая сюда органику, в которой будет делаться компост Оборудование для производства компоста действительно закупили, но теперь оно пылится во дворе Я знаю, есть линия компостирования, но данный материал, он не востребован Не востребован На сегодняшний день на рынке, да, поэтому, соответственно, она не была установлена Не находится, не эксплуатируется С переработкой пластика тоже не заладилось Цех строить не стали Оставшиеся 90% мусора прессуют, обматывают салфановой пленкой И вывозят на свалку за 300 километров от Сочи в город Белореченск Из-за этого тариф для жителей за вывоз мусора один из самых высоких в стране 300 рублей, и расходы все равно не окупаются Поэтому недавно мэрия предложила все-таки построить в городе-курорте мусоросжигательный завод Чем сильно взбудоражило жителей Нужен сжигательный завод? Ну, я вам скажу, это дорогое удовольствие вообще-то А почему он нужен? Ну, я вам скажу так, почему он не то, что почему он нужен Во-первых, отсюда весь ТБО, которое после сортировки и все остальное, вот брикеты, которые мы видим Отсюда вывозится на полигон Белореченск Это далеко? Ну, как бы далеко Это 300 километров, да? И дорого Поэтому, собственно, правильнее было бы у ТМИ? Ну, может быть и правильнее, да Но на заводе считают, что самым разумным решением было бы просто снова открыть свалки Как это было до Олимпиады Был бы самый хороший факт, если бы где-то на территории Сочи, моль дальше, были полигоны для захоронения А пока продолжают жить по олимпийским правилам Олимпийская программа до сих пор действует в полном объеме То есть действует она так, что просто мусор вывозится из Сочи? Да, да, да Конечно Не знаю, как насчет сердца, но, по крайней мере, мы хотим, чтобы отдыхающие приезжали сюда, отдыхали И не было никаких им препятствий Хорошо Я наоборот будем считать, как курсавель В Красной Поляне идет дождь Строго говоря, горные курорты здесь начинаются от полутора тысяч метров Все, что ниже – субтропики Но лыжников это не пугает Впрочем, их вообще ничего не пугает А сколько стоило Олимпиады, вы знаете? Не интересовались? Нет, даже не интересовались Ну, вы все равно этого, наверное, не почувствовали Поэтому, а так все осталось красиво, классно Полтора триллиона рублей Это много Если с моим заработком сравнить, то очень много А так, ну, прикольно Патриотизм у детей был поднят у меня ребенок в третьем классе Да, да Патриотизм был поднят А для детей это важно, потому что Давайте не будем говорить за деньги Давайте не будем говорить за это Давайте будем говорить за то, что мы видим Это позитив За вот эти улыбки людей, которые здесь находятся После новогоднего наплыва туристов Когда цены на подъемники взлетели до двух с половиной тысяч рублей В прокатах кончились лыжи А в гостиницах места даже по десять тысяч рублей за ночь Сейчас кабинки уходят в туман полупустыми Много народу там? Нет Ну, я не знаю, по каким меркам смотреть Но народу нет Ну, сколько там? Ну, десятки там таких Ну, да Тридцать-сорок человек Сейчас в Красной Поляне три основных курорта Но особенно поражает масштабами горки-город Если в Европе такие курорты растут по 60 лет То в Красной Поляне все было готово за шесть Под дедлайн Итог строительства 80 миллиардов рублей вложений Это больше, чем стоимость всех олимпийских стадионов в Меретинке Из 80 миллиардов 51 это кредиты Команда КВН Прощаясь с нами Одна из команд По-моему, ребята из Камазиаке сказали следующее Бог создал землю за семь дней Видимо, здесь работал тот же подрядчик К подрядчику у Красной Поляны Иския А на предыдущего директора курорта Было заведено уголовное дело за растраты Да, у нас есть претензии Есть и неустойки Есть и вопросы качества При таком громадном объекте При тех скоростях Которые были Я считаю, что строители сделали просто подвиг Сейчас все управляющие курортов в Красной Поляне Ломают голову, как заманить туристов в горы Не только зимой, но и летом Без этого даже на безубыточность придется выходить много лет А ведь нужно еще отдать государственным банкам долги Когда кредит выдавался И принималось решение правительством о выдаче этих кредитов Это одна ситуация Потом жизнь оказалась во многом богаче У нас сейчас кредит на 51 миллиард рублей Который нужно вернуть в какой срок? До 2024 года Даже если банк пойдет на реструктуризацию кредита И выплата составит 1-2%, как в Европе Окупаться вложения будут 25-30 лет Поэтому инвестор проекта Сбербанк Недавно передал свой курорт уже знакомой нам компании Омега На 100% принадлежащий Краснодарскому краю Ведь ее долги будут автоматически покрываться Я очень рад, что Сочи так развивается Тем временем в горной олимпийской деревне Роза Хутор Проходит решающий бой за будущее олимпийского наследия Его показывают китайским туроператорам Утомленная группа просится на отдых Но ее под видом чаепития заманивают на осмотр очередного отеля Первый день, когда мы только прилетели Мы прошли 15 тысяч шагов Потом 8, это еще ничего Но вот снова, смотрите, вот 15 Вот 20 тысяч Мы посетили очень много отелей На китайскую делегацию здесь надеются все И мэрия, и управляющие курортов До Олимпиады в Сочи несколько лет не ехали из-за стройки Первый постолимпийский сезон испортило присоединение Крыма Все равно есть категория людей по доходам Которые в сочинских шикарных гостиницах отдохнуть не смогут Надо ясно отдавать себе в этом отчет Что же касается Крыма То люди с небольшими доходами могут это сделать В результате Сочи после Олимпиады Посетили всего 3,5 миллиона гостей Не больше, чем в предыдущие годы Для сравнения, в Анапе и Геленджике было по 4 миллиона И вот теперь сочинская мэрия рассчитывает на наплыв китайских туристов У нас в Китае есть место, куда наши партийные лидеры ездят отдыхать И где находятся их резиденции Называется Пейтань Мы говорим нашим туристам, что Сочи – это русский Пейтань Конечно, у китайцев есть и свои горнолыжные курорты И даже тропические пляжи Но вот планы создать в Красной Поляне и горную зону Их очень обрадовали Без камер они объясняют В соседнем Макао партийным бонзам светиться нельзя А вот в Сочи можно ездить под видом экскурсии на дачу Сталина Впрочем, у хозяев розы хутор есть и другие козыри Я первое время, когда приезжаю, обязательно иду И минут 10-15 стою на берегу реки Мзымта И наслаждаюсь ее, как она поет Вот пением этой реки Мне кажется, что идет вот отзвук олимпийских побед И вот когда вот все зрители радуются вот этим победам Да-да-да, вот у меня такое ощущение создается Китайцы этого тоже смогут расслышать? Безусловно, я сегодня как раз им об этом говорил И, в общем-то, так, мне кажется, они кивали В случае, что они понимали, о чем я говорю Когда на Красную Поляну спускается ночь Реальную загруженность курортов становится легко оценить на глаз Единственные иностранцы на улице – группа эквадорских музыкантов Кроме, конечно, китайской делегации У них сегодня прощальный ужин Как вы убедились, у нас не только прекрасная природа Прекрасные трассы, у нас прекрасные песни И поэтому я думаю, что вашим туристам на нашем городе будет очень хорошо На столах оливье, соленье и кубанское розовое – Изабелла На душе робкая надежда Может быть и правда, вот оно – спасение олимпийского наследия ценой в полтора триллиона рублей ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова